Забайкальское краевое отделение Сегодня в рядах боевого братства более 450 человек. Созданы местные отделения в Агинском-Бурятском округе, в Забайкальском, Хилокском, Борзинском, Красночекойском, Краснокаменском муниципальных районах и, конечно, в Чите. За 15 лет региональное отделение боевого братства сделало много добрых дел. Организация помогает семьям погибших, инвалидам и ветеранам, в том числе материально. Более 200 человек благодаря этой поддержке прошли медицинское обследование и лечение. Боевое братство занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывает шефскую помощь подразделениям и частям, дислоцирующимся на Северном Кавказе и в других горячих точках. Большая работа проделана по увековечиванию памяти погибших при исполнении служебного долга. Были восстановлены памятники в Хилокском, Шилкинском, Анонском, Читинском, Красночекойском районах. Установлены мемориальные доски в Первомайске, Маковеево, Урлыке, Усть-Урлыке, Альбитуе и Нижнем Цесучее. Чтобы увековечить память земляков, погибших при выполнении служебного долга, по инициативе боевого братства был принят закон Забайкальского края об установлении Дня памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга 24 сентября. Этот день был выбран не случайно. 24 сентября 1984 года в Афганистане, прикрывая отход товарищей, погиб наш земляк Сергей Токмаков. А через 26 лет в этот же день совершил свой подвиг матрос Алдар Цезинжапов. За юбилейной датой в 15 лет стоит много важных и конкретных дел, которые сегодня позволяют назвать краевое отделение боевого братства одним из ведущих в России. И это отмечали все гости, которые пришли на торжественное событие в телекомпанию «Альтез». Сегодня вы проводите огромную работу. Отмечает вклад боевого братства не только в Забайкальском крае, высокая оценка уполномоченного представителя президента в Российской Федерации, да и в администрации президента. Это действительно говорит о том, что вы на самом деле просто большие-большие молодцы. Помимо патриотического воспитания, которое вы проводите совместно с другими общественными организациями, вы до сих пор проводите и другую очень важную, знаменательную, значительную деятельность. Вы помогаете нам, как органам власти, осуществлять государственную политику. Это очень важно, потому что точно без вас было бы намного сложнее и намного хуже нам работать. Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство Сергей Перников приехал из Москвы к забайкальским коллегам с очень важной миссией – вручить знамя краевого отделения. Я с большим уважением отношусь к деятельности организации забайкальского края, потому что на сегодняшний день, реально курируя все организации Сибирского федерального органа по решению нашего руководителя Бориса Силовича Громова, я могу с уверенностью сказать, что организация одна из самых эффективных на сегодняшний день. Вопросы связаны с воспитанием подрастающего поколения, вопросы связаны с социальной защитой военнослужащих. И особенно прослеживается это сохранение исторической памяти, поскольку пока мы помним, мы живем. Поэтому с большим удовольствием я хочу выпадать поручение руководителя нашей организации, героя Советского Союза Бориса Силовича Громова по решению президиума Центрального совета о вручении в честь 15-летия организации знамени с новым названием Забайкальская краевая организация «Боевое братство». Я хочу заверить, что мы с гордостью и честью будем нести это знамя и впредь. И символично то, что это знамя я передал юно-армейцу, мы еще с большим усердием, с большими усилиями будем передавать наш опыт, военные традиции России, наших отцов, прадедов и дедов, молодому поколению подрастающему. Поздравить краевое отделение «Боевого братства» с 15-летием пришли представители ветеранских организаций, силовых структур, вооруженных сил, юно-армейцы, волонтеры, победы и молодогвардейцы. Люди, которых с полным правом можно назвать друзьями и соратниками. «Боевое братство, оно не нуждается в каких-то комментариях. Оно говорит само о себе. Боевое братство у нас действительно родилось в боях, в кропотливой боевой работе наших военнослужащих, гражданского персонала, которые защищали, защищают и будут защищать интересы нашей Родины». «Боевое братство» объединяет все организации, всех людей, которые прошли тяжелый путь войны. И очень отрадно то, что эти люди находят время еще заниматься военно-патриотическим воспитанием. Впервые я присутствую на торжественном этом мероприятии. Все-таки эта дата очень большая, 15 лет. Поэтому я от имени Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, от имени общественного совета, от имени ветеранской нашей организации хотел бы поздравить вас с этой юбилейной датой. И также еще встретиться через 30 лет, через 45 лет, чтобы эта дата только приумножалась. Потому что ваш труд идет только на пользу и только во благо». «За эти годы вашей деятельности вы зарекомендовали надежными партнерами военного комиссариата, ветеранской организации в деле военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки молодежи в службе вооруженных сил. Вы вовлекаете молодежь в активную деятельность. Вовлекаете их в военно-спортивные лагеря, в военно-патриотические клубы. Оказываете помощь, самое главное, что вы оказываете помощь тем ветеранам и участникам боевых действий, инвалидам, которые сейчас находятся на местах. Поэтому военный комиссариат Забайкальского края всегда рад взаимодействовать с организацией «Боевое братство». «Деятельность вашей организации, объединяющей ветеранов локальных войн и военных конфликтов, оценить или переоценить буквально невозможно. Но не каждый знает, что более 20 представителей «Боевого братства» входят в состав Забайкальского казачьего войска. Выражаем признательность за взаимодействие с казачеством и благодарим представителей «Боевого братства» за неустанный и, самое главное, полезный труд». «Дорогие наши ветераны, ветераны боевых действий, мы очень благодарны, что 15 лет сотрудничаем с вами вместе и выполняем достойную миссию защиту прав военнослужащих и членов их семей. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашем благородном, нужном, важном труде на благо нашего Забайкальского края». «Боевое братство» всегда находит понимание и отклик в законодательном собрании Забайкальского края. Вместе им удается решать задачи социального обеспечения верных сыновей Забайкалья и их семей, патриотического воспитания и увековечивания памяти героев. «Надо склонить голову за ваше мужество, за ваш героизм, что я и делаю. И вечная память тем, кто не вернулся, вы не забывайте в семьи тех, кто не вернулся. В семьи там, где есть инвалиды. Это свято, это нужно. И я хочу пожелать долгих лет всех земных благ. И храни вас Бог». «Сегодня вы помогаете людям, значит служите людям, а значит служите Родине, продолжаете служить. Сегодня у вас всё сложилось так, потому что у вас крепкий тыл, у вас такие замечательные семьи. Не может мужчина в одиночку служить в армии, служит вся семья. Поэтому я желаю вам успехов в решении боевых задач в мирной жизни. И пусть вас поддерживает ваша семья, пусть рядом с вами всегда живёт любовь, и пусть человеческая благодарность даёт вам силы. Спасибо вам». Торжественное событие не обошлось без вручения наград. Медали за заслуги перед Всероссийской общественной организацией ветеранов боевое братство были вручены членам отделений, которые работают в Хилке, Борзе, Агинском, Красном Чикое. Высшую награду боевого братства «Знак почёта» получил Александр Белимов. И ещё одной особенной наградой удостоена мать погибшего на Донбассе бойца Павла Воронцова, Татьяна Григорьевна Воронцова. После такой тяжёлой утраты она нашла поддержку в боевом братстве. Сегодня она является членом совета и возглавляет общественную организацию семей погибших защитников Отечества. Вы понимаете, когда некоторые люди, я сейчас сталкиваюсь, что матери погибших, многие замкнулись в себе, в своём кругу, это очень тяжело. Когда работаешь с людьми для людей, ты как-то отвлекаешься, а себе вообще не думаешь. То есть своё как бы уходит вообще в сторону. За Байкальское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство в строю и всегда готова подставить своё надёжное плечо тем, кто в этом нуждается, и передавать память о подвигах наших земляков будущим поколениям, которые с честью её сохраняют. Верните память, вернитесь сами, Я отмолю всех слезами. Земля и небо свелись навечно, Как это больно, бесчеловечно. Мы честь не роняли, мы слово держали, Мы стали примером для наших сынов. Мы служим о честь, мы служим державе, Не ради наград и не ради чинов. Мы братьями сами в бою, И снова зовёт нас собраться, Зовёт нас собраться в едином строю Марш боевого братства! Зовёт нас собраться в едином строю Марш боевого братства! Продолжение следует...